Сегодня, ну, поскольку вебинар посвящен нашему с Еленой рассказу о том, что предстоит на грядущем курсе по когнитивно-поведенческому коучингу в системном подходе, и, в общем-то, мы надеемся, что будут вопросы, с которыми вы пришли, для того, чтобы мы на них сегодня дали ответы. Поэтому, пожалуйста, вот там в чате, да, внизу можно выбрать, кому послать вопрос. Вот выберите там меня и пошлите мне вопросы. Я их буду зачитывать, возможно, отвечать по ходу, переадресовывать Елене, ну, в общем, модерировать всю эту историю. Поэтому, пожалуйста, проявляйтесь для того, чтобы мы вам нанесли добро и причинили неподправимую пользу. Тогда, в преддверии, значит, нашей работы, давайте я сделаю демонстрацию экрана. Итак, для начала представимся. Я, наверное, сначала немножко расскажу о себе, а потом передам слово Елене. Меня зовут Алексей Ёжиков. Кто-то со мной лучше знаком, кто-то меньше. Я экзекутив коуч и психолог, супервизор по коучингу и психологическому консультированию в АКПП, аккредитованный. И аккредитованный же супервизор коучей в Ассоциации русскоязычных коучей. Руковожу секцией коучинга здесь. По первому образованию вообще математика, преподаватель математики. Но уже довольно давно, с 2011 года, я еще обученный бизнес-тренер, соответственно, методолог, ведущий и тренер программ развития лидеров, руководителей с высоким потенталом в крупных компаниях в том числе. Также преподавал в разных университетах и бизнес-школах. Вот, в общем, у меня такой бэкграунд. И я один из соавторов вместе с Дмитрием Викторовичем Ковпаком, собственно, самого подхода системного когнитивно-поведенческого коучинга, о котором сегодня пойдет речь и курс, которого мы вам предлагаем. Пожалуй, о себе вкратце все. Елена, тогда вам слово. Так, Елена, у вас микрофончик. Да, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Те, кто подошли, еще раз здравствуйте. Вернее, вновь здравствуйте. И те, кто были, те второй раз здравствуйте. Я хочу представиться. Меня зовут Елена Ханина. Я семейный психолог, когнитивно-поведенческий психолог, сертифицированный коуч и член совета секции коучинг АКПП. Я член сообщества эмоционально фокусированных терапевтов и являюсь ведущим, терапевтом, извините, отвлекают, являюсь психологом студентов базового курса АКПП. Поэтому многие меня знают, со мной встречаются. И буду рада видеть вас и среди наших участников вебинара, и вообще среди участников курса нашего. В общем, это все в основном. Хотела еще сказать, что в этом году я закончила обучение на супервизоры коучей в Ассоциации русскоязычных коучей и намерена в скором времени получать аккредитацию в Ассоциации русскоязычных коучей как супервизора. Пока это все. Если будет нужно, еще какие-то сведения, может быть, понадобятся. Спасибо, Елена. Да, в общем, здесь могу только порадоваться, что количество супервизоров уже коучей в Ассоциации растет, аккредитованных, подготовленных. Мне кажется, это тоже такая ценная история для выстраивания не только образования, но и дальнейшего профессионального развития в Ассоциации для коучей. Сегодня мы поговорим о нескольких моментах вебинаре. У нас с вами по плану было два часа, но я думаю, что мы с вами побыстрее закончим, потому что нам хочется просто изложить определенные важные вещи и, повторюсь, поотвечать на вопросы, когда или если они будут. Я немножко расскажу вкратце о самом подходе, о модальности. Почему вкратце? Потому что у нас действительно много информации об этом уже есть на официальном канале Ассоциации когнитивно-поединческой психотерапии. Есть там плейлист даже по коучингу на YouTube. Есть запись эфира, которую я проводил на прошлой неделе по когнитивно-поединческому коучингу. Ну и, в общем, много материалов. Поэтому вкратце все-таки я напомню, о чем это, но не буду останавливаться подробно. Потом мы поговорим о том, как это направление развивается с 2021 года, когда мы с Еленой вместе проводили первый базовый курс по системному когнитивно-поединческому коучингу. Тогда, в общем, и наборы курс прошли достаточно успешно, но впоследствии, когда мы планировали уже следующие наборы запускать, к сожалению, всем известная политика, экономические события привели к тому, что, в общем, пришлось курс отложить, и мы рады стартовать его в 2024. За это время сама модальность развивается. Расскажем о том, что за эти три года произошло нового. После этого я расскажу о том, как организован наш курс, как выглядит не только его структура, но и те подходы, которые мы закладывали в образовательный формат, который мы используем. Потом мы бегло, не останавливаясь в подробностях, пройдемся по пяти модулям и шестнадцати урокам нашего грядущего курса и расскажем об итоговой супервизии. Напомню, что курс планируется до конца августа, то есть мы стартуем со следующей недели, с понедельника, и до конца августа будет происходить работа. Подробнее еще об этом скажем. Итак, давайте сначала несколько минут, максимум десять, я посвящу обзору самой модальности. На эфире на прошлой неделе я рассказывал о том, что как такового единого когнитивно-поведенческого коучинга не существует. Модальность определяется методологией, и есть довольно большое количество разных модальностей в рамках когнитивно-поведенческого подхода. Это когнитивно-поведенческий коучинг, который развивали коллеги Великобритании. Целая большая история. Это смежное тоже с этим направление коуч-психологии. Это рэпт-коучинг. Существует коучинг принятия ответственности, если мы берем терапии третьей волны, смежные с ней модальности. И вот существует тоже отдельная модальность, системный когнитивно-поведенческий коучинг, который мы развиваем в рамках АКПП. Если мы берем определение коучинга вообще, чтобы мы разобрались с определениями, поняли, что это такое, то здесь тоже я повторюсь, надо сказать, что определение коучинга именно в научной литературе довольно много. По нашим собственным посчетам проводили исследования, только еще не опубликовали его. Их как минимум 150, которые встречаются именно в научной литературе, в публикациях и в руководствах. Но вот если говорить о таком изначальном, ну не то чтобы изначальном понимании, изначальном определении именно в когнитивно-поведенческом подходе, тогда в 2001 году было опубликовано две таких основополагающих для нашего направления работы. Это статья Нина Напалмера, которая так и называется, Cognitive Behavioral Coaching. И статья Энтони Грант, точнее, прошу прощения, это его диссертация на PHD, не докторская, как по-нашему кандидатская. Грант 11-го положника в коуч-психологии. И там он определил коучинг, как вы прочитали. Систематический процесс, фокусированный на решении проблем и ориентированный на результат, в котором улучшается жизненный опыт коучи и повышает свою эффективность. Коучи обучается и личностно растет. То есть здесь мы видим несколько ключевых моментов, что это такая деятельность, которая связана с неким фокусом процесса. Он на что-то направлен, он является целеориентированным. И, с другой стороны, он имеет такую позитивную направленность, то есть улучшение чего бы то ни было, повышение эффективности, развитие, личностный рост и тому подобное. Как мы понимаем, это определение в общем-то не дифференцирует коучинг в определении Гранта от разных видов терапии, в том числе гуманистической, экзистенциальной, позитивной психологии, да и даже современной когнитивной терапии, ориентированной на восстановление, которую развивает институт БЭКа. Теперь переходя, собственно, к системному когнитивно-поведенческому коучингу, важно упомянуть, что мы разрабатывали эту модальность специально с определенными целями. И эти цели заключались в том, чтобы помочь психологам, практикующим, психологам-консультантам, психотерапевтам освоить коучинговые компетенции, научиться проводить коуч-сессии, удерживать коуч-позиции и так далее, и так далее, дополнительно к их уже существующим компетенциям. Потому что в рынке мы давно наблюдали, какую ситуацию, что психологи-консультанты, психотерапевты, даже когда заявляют, что они делают коучинг, они делают не коучинг, они все равно оказываются где-то в психотерапевтической модальности, и это чувствуется и клиентам, и в бизнесе заказчиками этого коучинга, и клиентам коучинга. Исследуя это, нам стало довольно понятно, что здесь особенность заключается именно в том, что есть недостаток методологии в образовании для того, чтобы это не происходило. Поэтому мы разработали этот подход для того, чтобы, во-первых, помочь психологам, консультантам и терапевтам быстрее развить коучинговые компетенции, опираясь на те знания, умения и навыки, которых у них уже есть, из своего опыта. Во-вторых, уметь удерживать модальность и уметь предоставлять услугу коучинга, если они заявляют услугу коучинга, услугу консультирования, если они заявляют услугу консультирования, свободно перемещаться между этими модальностями тогда, когда это уместно с точки зрения цели и интересов клиента, переконтрактовывая, сделая это этично и так далее, и так далее. В связи с этим, сама эта целенаправленность, сложенная в основу технического задания этой модальности, привела и к тому, что определение коучинга мы дали таким образом, чтобы оно работало на эту цель. Для того, чтобы оно было максимально отличным от того, что определяется в терапевтической работе с целью последующей интеграции. Это пока, может быть, сложно звучит, давайте не будем. Я просто могу очень долго рассказывать о нашем подходе и буду это делать в курсе, но пока немножечко ускорюсь. Мы давно знаем, сейчас мы не будем вдаваться в эту табличку, это просто иллюстрация такая. Тоже я везде даю ссылки на соответствующие исследования и литературу, что в рынке наблюдаются не просто разные модальности коучинга, они еще по-разному лежат на разных таких спектрах, на отрезках, на диапазонах с разными полюсами. От более директивного коучинга к менее директивному, более специфичного, например, решения какой-то конкретной бизнес-цели, к более целостному, то есть когда работа идет с человеком как неким цельным существом, цельной персоной. От краткосрочного до долгосрочного, от коучинга, который включает в себя много личного содержания, если это лайф-коучинг, до того, где мало личного содержания в бизнес-коучинге. Ну и так далее. Конечно, да, развивающие, облегчающие проблемы. И в этом смысле мы разработали определение именно таким образом, чтобы оно тоже работало на вот эту спектральность в подходе наших с вами специалистов. Итак, в определении коучинга, которое мы даем в рамках системного когнитивно-поведенческого коучинга, мы говорим о том, что коучинг — это такой вид общения, это общение может быть вербальным, оно может быть телесным, непринципиально, в которой именно сам наш клиент, человек является главным действующим лицом. Вообще, сразу надо сказать, что исследователи коучинга, методологи, в частности, ассоциации русскоязычных коучей, и не только утверждают, что коучинг — это субъектное взаимодействие. То есть это когда два человека, каждый из которых отвечает за свое, вместе в партнерском взаимодействии, находясь на равных с точки зрения взаимоотношений коучинговых, работают над тем, чтобы клиент достиг своей цели. И здесь мы для того, чтобы психологи и психотерапевты привыкали именно к такой позиции, равного субъект-субъектного отношения, выдвигаем на первую роль вперед, выдвигаем самого нашего клиента, человека. И именно поэтому мы даем даже ему отдельное название. Актор — это тот, кто решает свои задачи, это тот, кто действует. И, собственно, как он это делает? Он стремится к смене одного субъективного благополучного жизненного состояния на другое, которое для него почему-то лучше, чем то, которое сегодня. То есть вот он, как человек сегодня, или она в каком-то одном состоянии с точки зрения своих результатов, здоровья, достижений, реализации и так далее. В целом человека, может быть, что-то устраивает или быть какие-то легкие проблемы, но актор стремится достичь какого-то более для себя благоприятного состояния, которое имеет какие-то индивидуально значимые и позитивные отличия. То есть перейти в субъективно лучшее какое-то состояние, в том числе достижение какой-то цели, освоение нового навыка, становление другим человеком. И делается это за счет направленной, то есть сфокусированной рефлексии вместе с коучем или с группой, если мы говорим о групповом коучинге. И поскольку мы говорим о когнитивно-поведенческом подходе, то когнитивная часть — это совместная рефлексия, и поведенческая часть — это постепенное изменение своего поведения. Понятно, что это определение мы используем внутри, для нашего образовательного процесса. Когда мы работаем с клиентами, мы вот им такими словами не говорим, потому что это нужно было бы полчаса разъяснять, что мы имеем в виду. Мы вполне себе говорим о том, что коучинг — это такой вид деятельности или такой процесс, который направлен на достижение вами целей, связанных со своим развитием или с достижением ваших результатов, а я помогаю вам сделать так, чтобы процесс достижения этих целей был максимально эффективным, максимально подходящим для вас и так далее. То есть здесь даже из практики мы знаем о том, что в рассказе, что такое коучинг, мы будем об этом говорить, это обязательный элемент структурирования первой сессии, первой встречи с клиентом. Вот в этом блоке, что такое коучинг, конечно, мы говорим простым языком, словами клиента и так, чтобы дополнить его картину. Сейчас не буду вдаваться, это я опять в детали ушел. Другими словами, мы говорим о том, что коучинг — это такая деятельность, в результате которой актор становится тем человеком, который достигнет цели. То есть здесь мы, опять же, для нас с вами, переносим фокус с цели достижения на изменение состояния человека как системы. Именно поэтому это одна из причин, по которым мы называем это подход системным когнитивно-поведенческим коучингом. Мы работаем с человеком как системой, который находится в рамках других вышестоящих систем — семьи, семейной пары, организации, бизнеса и так далее. И работаем с этим. Отдельно можно посмотреть видео, поэтому я сейчас не буду останавливаться. Один из важных элементов нашей методологии — это различение режимов помогающего специалиста, то есть коуча или психолога. Мы учимся на практике различать режим коррекции и дисфункции, режим ориентированный на позитивные изменения. То есть буквально как мы, как коуча, как психологи в данный момент смотрим на нашего клиента, на акта и на его состояние. Стремимся ли мы раскопать что-то негативное, дисфункциональное и это поправить. Такая здесь метафора хирурга подходит, который пытается очистить рану и так далее. Или мы все-таки обращаем внимание на ресурсы, на интересы, на ценности, потребности и помогаем человеку самостоятельно найти пути для прохождения через эти позитивные изменения. Кроме того, мы вводим в системном когнитивно-поведенческом коучинге модель так называемых доменов. Об этом мы тоже будем говорить подробно. И более того, тоже много на эту тему информации есть на канале АКПП. Мы используем эту модель как инструмент для того, чтобы коуч лучше понимал, что он делает. Вообще, если говорить о нашем курсе, о нашем подходе, то мы видим свои задачи не просто дать какие-то отдельные техники или отдельные инструменты, наша задача заключается в том, одна из ключевых, чтобы коуч или психолог, который осваивает коучинговые компетенции, начал хорошо понимать, что происходит в любой момент времени, когда он работает с актором коучинга, например. Куда сейчас направлен фокус внимания актора, какие когнитивные, поведенческие, мотивационные, эффективные компоненты были затронуты, какие из них актор уже рассматривал, какие из них привели к тем или иным когнитивным сдвигам, или к инсайтам тоже, как говорят. И вот это картирование происходящего является, точнее, даже не только картирование, картирование, интерпретация, понимание и обоснование своих собственных интервенций, то есть того, что делает коуч в любой момент времени, вот создать и помочь нашим студентам сформировать ясность, понимание, навык навигации в этом, это вот то, что для нас очень важно. То есть мы хотим не просто дать перечень инструментов, которые бы применялись эклектично, а сформировать даже не каркас, а такую карту, на которой позволить наработать целый ряд навыков и компетенций, которые требуются для эффективной деятельности. Кроме этого, мы используем в нашем подходе, я скажу, что это часть уже развития, это такие инновации, единую модель концептуализации ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Тем, кто не знаком с этой моделью еще, или не знаком с моделью концептуализации Джудит Бек в когнитивно-поведенческой терапии, давайте сейчас мы пока на этом останавливаться тоже не будем. А для тех, кто обучается в ассоциации, для тех, кто следит за развитием именно когнитивно-поведенческой терапии в КПП, кто слышал про терапию, ориентированную на потребности, мы используем все один и тот же инструмент для того, чтобы помогать клиенту осознать или в голове у себя уложить определенный клиентский кейс. Соответственно, мы будем учиться с ней работать именно в коучинговом формате. И это, опять же, тем психологам, которые проходят подготовку в КПП, будет полезно для того, чтобы использовать тот же инструмент, но немножко, возможно, по-новому или глядя на него с другой стороны. Теперь, если говорить о нашем прогрессе, что у нас получилось. Во-первых, после курса, который мы закончили с Еленой в 2021 году успешно, подготовили наших студентов и выпустили, мы начали проводить так называемые тематические тренинги техник и навыков. Это краткосрочные из пяти семинаров, состоящие мероприятия трехчасовых для студентов в КПП и подписчиков и членов в КПП. То есть это такие короткие интервенции, которые нужны для наработки какого-то конкретного навыка. И, соответственно, я проводил уже два или три раза ТТИН по постановке цели, пользуясь той базой, которую мы даем в системном когнитивно-поведенческом коучинге. Проводил по коуч-позиции. И, опять же, подчеркну, что отзывы от психологов и КПТ-терапевтов, которые были на этих ТТИН, они проводились не только и не столько для коуча. Основная аудитория была психологическая. Отзывы были очень позитивные. И коллеги отмечают, что это действительно помогает им улучшить еще и свою консультативную и психотерапевтическую практику. Поскольку в 1922-1923 годах тема кризисных ситуаций, стресса, взаимодействия с людьми в кризисе была основной темой наших крупных мероприятий, в частности, CBT-форума, который у нас проходит в каждом мае в Санкт-Петербурге. И, пользуясь случаем, приглашаем всех заинтересованных прийти на КПТ-форум в 2024 году. Так вот, в 1922-1923 году мы довольно подробно разработали рекомендации на работу в коучинговом подходе, когда наши клиенты находятся в кризисных ситуациях, что имеет смысл предлагать, что не имеет смысл предлагать, в каком случае имеет смысл контрактоваться в коучинговой модальности, в каком случае заподозрить необходимость контрактоваться в рамках психологического консультирования, как быстро и эффективно помочь самим клиентам понять, какая услуга, какой инструмент им наилучшим образом подходит и так далее. Сделать это экологично, этично, с уважением к личности человека, находящегося в кризисе и его ответственности за свою собственную жизнь. Кроме этого, с этой же темой я присутствовал и на конференции в высшей школе экономики, бизнес-психологии, где тоже говорили об этом, тоже были такие позитивные отзывы. Дальше передам слово Елене. Вкратце у нас прямо Елена развела, возглавила, и это меня безумно воодушевляет, целое интересное направление действительно со своими нюансами и особенностями системный когнитивно-поведенческий коучинг пары отношений. Спасибо, Алексей. Коллеги, в развитии модальности КПК-С, то есть когнитивно-поведенческого коучинга, было такое созданное направление, как КПК-С пары отношений. Первый раз был представлен доклад на CBT-форуме в 2022 году, и в 2023 году продолжена была эта тоже тема с моим докладом. Была выпущена статья на эту тему моя, и вот в январе закончен курс такой интенсив по как раз когнитивно-поведенческому коучингу пары отношений. По итогам могу сказать, что иногда даже к удивлению участников очень эффективно работает коучинг в этой модальности с парами и с запросами индивидуальными на построение, на гармонизацию отношений. Многие были уверены, что к отношениям нужно подходить, искать тоже проблему, и приходят на коучинг только пары, те, которые имеют какие-то проблемы, имеют кризис в отношениях. Но это не так. И, к их удивлению, оказалось, что очень много кейсов, очень много случаев и возможностей, когда пары приходят с запросами, достаточно благополучные пары приходят с запросами на развитие отношений, на постановку и реализацию каких-то целей, касающихся семьи и пар. Я сейчас не буду много об этом говорить, потому что наш вебинар не предполагает такой подробный рассказ, но я просто хочу обратить внимание, что вот эта модальность, системно-когнитивно-поведенческий коучинг, он работает во многих областях и достаточно эффективно, и этому есть подтверждение. Я работаю в этой модальности с клиентами, с парами, и также студенты, которые были на курсе, могли в этом тоже убедиться. Да, спасибо, Лена. Здесь тоже подчеркну, что как раз та самая системность, заложенная в наш подход, мы отдельно тоже, я буду об этом рассказывать в самом курсе, что это значит, почему это важно и так далее. Вот она как раз и получила развитие в КПКС пары отношений, поэтому если тоже нас будут слушать семейные психологи или коллеги, кто работает и с темой отношений с парами, имейте в виду, что освоив базовый курс, дальше можно развиваться и в этом направлении. Это интересно и действительно эффективно. Как у нас пока нет исследований на эту тему, но именно на уровне эмпирики, на уровне кейсов очень много положительных результатов. Наконец, с точки зрения развития подхода, наверное, нужно сказать и об организационном развитии. За это время мы интегрировали и нашу образовательную программу, и модель компетенции, которую мы используем в системном когнитивно-поведенческом коучинге, об этом скажу еще пару слов, с моделями компетенции основных коучинговых федераций. Что это значит? Что, во-первых, мы рассказываем о том, какие они бывают, мы рассказываем вообще о компетентностном подходе, мы показываем, как они связаны между собой, и весь наш курс, он отраживает все из них. То есть у нас не остается каких-то лакун, что вы, например, не узнаете о каких-то вещах, которые приняты к развитию в компетентностном смысле, в других каких-то крупных профессиональных комьюнити, сообществах, организациях. Кроме этого, наша модель компетенции интегрирована с современной моделью компетенции когнитивно-поведенческого терапевта, которая появилась, мне кажется, около полутора лет, максимум двух лет назад, ее разработал Ален Миллер, она пришла на замену предыдущей модели компетенции когнитивно-поведенческого терапевта, которая называлась CTRS, и новая модель CTRS-R это модель компетенции терапевта, работающего как в классическом когнитивно-поведенческом подходе, так и в рамках когнитивной терапии, ориентированной на восстановление. Это такой позитивно целенаправленный подход института Бека, который был предложен в третьем издании учебника Джуди Бек. В общем, мне кажется, тоже интересная вещь, в чем еще ее польза? В том, что мы раскрываем вам тем самым возможности для дальнейшего профессионального развития в рамках большинства возможных профессиональных комьюнити. То есть, если вы захотите, вы сможете потом проходить супервизии по модели компетенций ICF или по моделям компетенций АРК или проходя супервизии как когнитивно-поведенческие терапевты по моделям института Бека, вы сможете часть из этих знаний переносить на свою коучинговую практику и в обратную сторону. То есть, ценность, которую мы хотим этим дать, чтобы вы получили дальше широкое пространство для дальнейшего профессионального роста, не сосредотачиваясь только на нашей модальности. Хотя у нас еще много чего будет вам предложить. Последний год мы ведем взаимодействие по возможности аккредитации коучей с Наздобр. Наздобр, мало кто, наверное, про него знает, кто не в теме. Это такой окологосударственный орган, который, скорее всего, будет отвечать за систему аккредитации коучей вообще в России. У нас формируются такие структуры, как мы предполагали на наших стратегических сессиях ВКПП. В общем, факт в том, что в какой-то момент, как и к психологам, появятся определенные требования со стороны государства. И важно, чтобы прямо сейчас мы готовили вас к будущему. И в этом смысле мы тоже будем использовать те знания, которые у нас есть для того, чтобы вы приобретали подготовку и в отношении будущей аккредитации, которая когда-то появится, когда никто не знает. Кроме того, как я сказал, мы перешли на единую модель концептуализации случаев. Чем это вам полезно? Тем, что это поможет вам бесшовно участвовать в интервизиях и супервизиях в рамках АКПП. То есть, если у вас есть привычная модель прохождения интервизии или супервизии в рамках базового курса КПТ, например, или дальше в ходе развития продвинутого курса, то вам не придется ничего нового сильно осваивать. Вы будете пользоваться теми же самыми инструментами, той же самой моделью для того, чтобы развивать свои профессиональные навыки в когнитивно-поеденческом коучинге. Нам тоже кажется, что это удобно и упрощает дальнейшее развитие. Ну и, наверное, тоже из интересного, что модальность уже выходит за пределы АКПП. Мы проводили оффлайновые семинары для психологов, опять же, в Московской Международной Академии. Это организация, которая в целом партнерская для нас. И тоже большое дело, что уже системный когнитивно-поеденческий коучинг присутствовал в качестве одной из тем и подходов, куда я был приглашен о нем рассказывать, в курсе коучинга в организации высшей школы экономики. Ну и с нашей точки зрения, опять же, это говорит о интересе рынка и востребованности нашего подхода. Теперь немножко об организации курса, о том, как он выглядит и почему он выглядит именно так. Надо, наверное, сказать о том, что в 21-м году мы проводили такой классический, тоже у нас там было, по-моему, порядка 120 часов, я точно не помню объем курс, в котором у нас были регулярные общие встречи, проведение вот этих трехчасовых онлайн-семинаров, где мы рассказывали теорию, где мы проводили практику, ну, в общем, использовали классический такой аудиторный подход, да, только в онлайне, то есть как все собираются в аудитории и общаются друг с другом. Несмотря на то, что результаты, которые мы достигли, они были, в общем-то, ну, опять же, оценены позитивно, мы видели на супервизиях хороший профессиональный рост наших студентов, который мог быть измерен численно по оценке компетенций, мы поняли, что мы можем лучше, и мы здесь подошли с, ну, в общем, нашими знаниями о методологии обучения, да, с нашим опытом преподавания, опирались на цикл колбы, если кто-то знаком с образованием, да, с отраслью образования, или с тренингами знают, что это такое, да, вкратце, для тех, кто не знаком, расскажу о том, что это такой подход, он существует уже довольно давно, я боюсь соврать, но мне кажется, что в 60-х или 70-х годах, который говорит о том, что для усвоения знания человек проходит обязательно по определенным четырем этапам, которые замкнуты в цикл, и человек может начинать с любого из них, да, это классический, да, как выглядит цикл колбы в классическом университете, это сначала читают теорию, да, например, вот если на физическом факультете бы учился, сначала рассказывают теорию, потом человек начинает экспериментировать, там, я не знаю, какие-нибудь гири подвешивать, или проводить какие-то пробы, после этого он получает конкретный опыт, и рефлектирует этот опыт, потом проводит анализ, что у меня получилось, что у меня не получилось, сопоставляет результаты анализа с тем, что было раньше в теории, если видит разрывы, снова переходит к изучению теории, или переходя на следующий уровень знаний, переходит на уровень теории и так далее, в общем, тоже довольно много материалов в интернете на тему цикла колбы вы можете найти. Так вот, интересно, что у разных людей, можно сказать, есть разные профили обучения, то есть кому-то комфортно начинать с теории, то есть чтобы сначала человеку рассказали, что делать, а потом он пошел и начал делать. Кому-то комфортно взять что-то в руки и начать это трогать, шевелить и смотреть, что получается, а уже потом как-то осмыслять свой полученный какой-то результат, снова теоретизировать на эту тему, узнавать объяснение, почему у него не получилось так, как он задумывал и так далее. Кому-то комфортнее заходить в ответственное освоение навыка, кому-то комфортнее услышать, что другие люди расскажут и от этого переходить к теории. То есть цикл колбы устроен таким образом, что разные студенты, им комфортно по-разному осваивать материал. И поэтому мы разбили или наоборот объединили все наши инструменты обучения в три большие группы. Мы вынесли теорию в формат видео, аудио и текстовых презентаций, которые вы можете изучать в любое время, когда вам удобно. Кто-то на беговой дорожке, кто-то по дороге в метро, когда удобно послушать, кто-то системно выделив этому время и сев перед экраном. Причем кому-то удобно смотреть видео, кому-то удобно это слушать в наушниках, а потом посмотреть презентацию на какие-то схемы, которых не хватило, ну и так далее. То есть мы знаем об этом и даем возможность каждому подходящее время этим заняться. Плюс по каждому блоку теории есть тесты, которые тоже важны, сейчас я это покажу. Они не сложные, не длинные, но они важны для того, чтобы убедиться, что вы как минимум услышали все, что нужно было услышать. После теоретических блоков у нас обычно, не во всех блоках вы увидите, но обычно проходят тренинг техники и навыки, тренинг техники и навыков. Это двухчасовое занятие, в котором вы по сути дела экспериментируете с одним конкретным блоком деятельности, в рамках коучинга. То есть на одном тине вы практикуетесь в том, чтобы удерживать режимы и использовать доменную модель. И только. В другом тине вы учитесь помогать клиенту поставить цель на сессию. И только этому. И так далее. Вы учитесь давать коучингу обратную связь и натренировываете только этот навык. Поскольку вы с этого начинаете, то там это еще все не очень уложилось. Это первые эксперименты. Вы получаете обратную связь от коллег при работе в тройках. И дальше вы закрепляете полученный результат уже в прямом опыте взаимодействия с конкретным подопечным, с конкретным актором в рамках работы в тройках на практических онлайн-занятиях. В отличие от техник и навыков, практические онлайн-занятия подразумевают работу в тройках с проведением полной получасовой сессии. То есть, по сути, вы встречаетесь для того, чтобы наработанный навык применить уже в конкретной практически боевой ситуации, работая с конкретными запросами друг друга и интегрировать их тем самым в практику. Естественно, после того, как вы этим занимаетесь, вам нужна рефлексия, в том числе и помощь наша, моя, Елены. Мы будем давать от себя обратную связь, ходя по комнатам при практике в тройках, то есть, глядя на то, как вы работаете, возможно, что-то услышим, о чем-то скажем. Вы можете задавать вопросы, что получилось, что не получилось. Мы будем возвращать иногда вас к тому, чтобы посмотреть теорию, иногда будем разъяснять какие-то нюансы или моменты и так далее. То есть, здесь наше внимание будет достаточно объемным. почему? Сейчас я не буду на этом слайде подробно останавливаться, это просто масса современных доказательств о том, что так называемое смешанное обучение или асинхронное обучение, когда вы смотрите теорию самостоятельно, собираетесь для работы и так далее, оно в целом дает большую эффективность сокращения времени аудиторных занятий по сравнению с традиционными форматами обучения аудиторными. В частности, крупный метаанализ 2023 года показал повышение эффективности на 51% по итоговым результатам студентов по итоговому образованию. Этих данных сейчас очень много, я просто здесь вынес на слайд несколько. И с точки зрения эффектов для методов преподавания мы знаем тоже, я здесь даю ссылку на Джона Хэдти, он в свою очередь собрал тоже там какое-то неимоверное количество метаанализов, я не помню, там сотни, что наибольший эффект дает взаимное обучение, то есть ваша работа в тройках и в рамках техника навыков, получение обратной связи от ваших студентов, сокурсников и от нас с Еленой, да, и это обратная связь поэтому тоже предполагается совершенно, обучение тому, чтобы вы могли самостоятельно интерпретировать, называть, осознавать то, что с вами происходит, да, и для этого мы даем теорию, которую считаем важной, да, которую мы разрабатывали в рамках этой методологии, в рамках такой совместной рефлексии, да, и в рамках теории, в которой мы будем формируть стратегии для управления собой и клиентам в рамках коучингового процесса, ну, и так далее, да, то есть, как вы видите, здесь мы тоже, в общем, опираемся на современный методологический аппарат для того, чтобы дать наилучший эффект. Мы действительно попотели над тем, чтобы это сделать, поэтому тоже хотим замерить результаты с надеждой, что, ну, даже с уверенностью, не только с надеждой, да, что они будут выше, чем на нашем первом потоке. Если говорить о самой структуре курса, то здесь кто-то из вас, возможно, уже ознакомился со страничкой записи на курс, если нет, еще там QR-код и ссылка будут на последнем слайде. Я не буду в подробностях останавливаться на каждом из слайдов, да, мы, наверное, там по несколько слов скажем о каких-то ключевых моментах, но, в общем, подробности можно будет прочитать по ссылке, да, на странице записи на курс. Наш курс делится на четыре основных модуля и супервизия. Первый модуль, он короткий, он дает основы подхода системного когнитивно-поведенческого коучинга. Вкратце, без особых, там, глубоких подробностей, мы все-таки разбираемся о том, что такое коучинг, откуда он взялся, на какие международные практики он опирается. И здесь тоже такая важная инновация, важная лично для меня, что мы рассказываем и про русскоязычные основы коучинговых практик, потому что Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии заинтересована в обработке, использовании и отдаче даней уважения нашему национальному научному наследию в трудах, если мы будем говорить о трудах Бехтерева, Павлова, Ухтомского, Бернштейна, Анохина, Выгодского и ряд других наших ученых, об этом во всем я тоже кратце расскажу, направив желающих дальше изучать туда, куда это будет нужно. И вкратце о том, как сегодня сложились уже крупнейшие рынки, понятно, что это информация для такого общего представления о том, как устроена эта область, потому что психологи и терапевты очень часто излагают некоторые мифы о том, как коучинг устроен, их бывает довольно много на самом деле в среде помогающих специалистов, которые с коучингом раньше дела не имели, поэтому здесь наша задача, чтобы ваши ожидания стали совпадать с реальностью, вы узнали о том, что что-то, что вы знали о коучинге это миф, что-то, что вы знали о коучинге не полностью на самом деле раскрыто или имеет другие игры, нам кажется это важным с точки зрения такого системного устойчивого образования. Дальше мы рассказываем, я рассказываю о теоретических основах, все то, о чем я сегодня говорил, в подробностях, в деталях, с практическими примерами. После этого у нас с вами два, две практики, да, это ТИН и практическое онлайн-занятие. Соответственно, уже там вы начинаете осваивать конкретные навыки системного когнитивно-поведенческого коучинга, и уже их вы можете начать применять в рамках вашей психолого-консультативной или терапевтической практики. Вот на это я тоже хочу сделать отдельный акцент. Вам не нужно доживать в кавычках до конца курса, после чего вы начнете практиковать. Если вы работаете как психолог или как терапевт, то вы сможете начинать использовать те навыки, те модели, о которых мы будем говорить, уже начиная с первого модуля. Второй модуль базовой коучинговой навыки предназначен для того, чтобы вы начали более-менее осознанно нарабатывать те навыки, про которые мы знаем как супервизоры из научных исследований, что их отсутствие приводит к низкой эффективности коучинга. Другими словами, первый наш урок в этом модуле будет посвящен постановке цели на коучинговую сессию. И практика супервизоров, не только наша личная, а вообще супервизорская практика подходов ICF, ARK и смежных, и наша личная практика в том числе показывает, что если цель не поставлена на сессию или поставлена не точно, если актор с этим как следует не поработал, то эффективность коучинговой сессии будет радикально ниже, чем если бы эта цель была поставлена правильно, в полном объеме и так далее. Вторая часть это создание условий для осознания, то есть каким образом помочь клиенту совершить когнитивный сдвиг, как сделать так, чтобы какие-то новые когниции сформировались, появились какие-то новые связи между убеждениями, чтобы произошел инсайт и так далее. То есть это тоже помогает делать среднюю часть сессии или центральную часть сессии более эффективной. Потому что в первой части сессии мы учимся ставить цель, во второй части сессии мы учим осознавать, и в третьей части сессии мы учим вас планировать действия и создавать условия для развития. То есть опять же, о чем это? это к тому, что эти три базовых набора навыков будут очень полезными для психологов, консультантов и терапевтов для того, чтобы делать свои сессии в коучинговой модальности, если вы начнете их делать, более коучинговыми. Вы разберетесь, как именно это эффективно делать в коучинговой модальности. Самый крупный модуль у нас это модуль номер три. Это общие коучинговые навыки. они связаны уже с тем, как конкретно структурировать сессии программы, с тем, как заключать коучинговый контракт. Дальше Елены будет довольно большая часть связанная с поведением коуча внутри сессии, как удерживать коуч-позицию, как предоставлять конкретно обратную связь, так, чтобы она была наиболее эффективной для актора. То, что связано с пониманием актора с вербально-невербальной паравербальной коммуникацией, тоже очень большой блок, который требует наработки навыков. Здесь что-то же, наверное, важное я скажу, Елена, и, может быть, вы пару слов какие-то добавите, что в целом мы знаем, что у практикующих психологов и психотерапевтов эти навыки уже до какой-то степени развиты. Но при этом, если мы говорим о коуч-позиции, если мы говорим об обратной связи, именно коучинговой, если мы говорим об активном слушании, которое используется именно в коучинговой модальности, то вот с этим не у всех психологов сразу из коробки, так можем сказать, хорошо. И поэтому прохождение каждого из этих блоков снова дает вам сразу значимый прирост в эффективности и вашей консультативной терапевтической работы. Ну и заканчивается, если мне память не изменяет это межличностной эффективностью, да, и от меня блок по прогрессу и ответственности. Лена, что-то добавите по своей части? Алексей, вы все сказали, я думаю, сейчас не имеет смысла подробно рассказывать на курсе это все будет проявлено, отражено, да. Спасибо, если сейчас будут какие-то вопросы, то мы тоже на них сможем ответить в конце нашего вебинара, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в чат, да, выбирайте справа в выпадающем списке Алексея Ёжиков и присылайте туда вопросы, если они есть по организации или по структуре курса. Ну и наконец четвертый модуль, да, то есть мы с вами что, мы разобрались с основами коучинга, в том числе с теоретической базой, мы наработали базовые навыки, которые вы уже можете идти применять, потом мы нарабатываем общие навыки, которые вы каждый можете идти применять тоже, и наконец в четвертом модуле мы делаем то, что называется такой wrap-up, да, или как это по-русски упаковочку, подведение итогов, да, такое как бы оформление подарка, да, мы с вами обязательно, это необходимая часть образования во всех коучинговых организациях, это обсуждение этики, и этике мы уделяем такое значимое внимание, мы будем говорить о том, как коучинговая этика отличается, и где она схожа с этикой психолога, этикой психотерапевта, как она отличается в разных коучинговых объединениях, если вы вдруг дальше будете планировать, да, развиваться и вступать в эти объединения, о том, как устроен принцип конфиденциальности в коучинге, да, разберем кейсы, какие бывают конфликты интересов, особенно если речь идет о работе в каких-то системах, если мы говорим об организации коучинга в организации, говорим о коучинге в рамках семейной системы, если мы говорим о коучинге на рабочем месте тоже, да, ну, я имею в виду менеджерский, да, коучинг и коучинг на рабочем месте, это довольно интересная и подробная, требующая подробного рассмотрения область, да, которую мы с вами будем на кейсах отрабатывать на отдельном тине. Кроме этого, мы отдельно затронем тему развития и саморазвития для того, чтобы вы могли простроить свою дальнейшую, так сказать, карьерную кривую, да, для того, чтобы вы могли разобраться, что вы дальше хотите, планируете ли вы предлагать коучинговые сессии как отдельный продукт, дополнительно, например, к вашим психологическим или терапевтическим услугам, или вы планируете усиливать коучинговые компетенции для того, чтобы усиливать свои базовые услуги, планируете ли вы разрабатывать какие-то продукты, как, что такое коучинговая супервизия, чем она похожа, и чем она отличается от терапевтической, как сформировать запрос на супервизию для того, чтобы вы могли эффективнее расти в профессии, что такое менторинг коучин, да, и чем он отличается от супервизии и от, не знаю, других форм взаимодействия, да, и от наставничества, о том, куда еще вы сможете сходить и поучиться, продолжая развитие компетенции, да, как-то, интегрированы с тем, что мы вам дадим, чему обучим, и мы будем учиться уже обстоятельно, раньше мы об этом будем говорить отдельно по каждой компетенции в каждом отдельном уроке, в каждом отдельном блоке, но мы с вами еще научимся оценивать свои собственные сессии, сессии друг друга, да, наших с вами соучеников по шкале, для того, чтобы вы понимали, на шкале оценки компетенции, для того, чтобы вы понимали, как это работает в супервизии, для того, чтобы вы могли сами себя оценивать и находить зоны для своего дальнейшего роста и так далее. Елена проведет отдельное занятие по лайф-коучингу, да, это поучинг для частных лиц по жизненным ситуациям, и здесь, да, насколько мне известно, Елена, вы планируете и тоже вкратце рассказать про семейный коучинг, коучинг пары отношений. Поэтому сразу, да, вот этот, сейчас, да, Елена, дам слово, сразу скажу, да, что вот эту вот удочку, которую мы забросили в начале, да, мы вас без этого не оставим, то есть некоторые вводные, вводные темы по этому будут. Да, Елена. Нет, я не хотела ничего добавить к тому, что вы сказали, просто проверила микрофон. Да, лайф-коучинг это, в общем-то, то, что нужно каждому человеку в жизни. Это какие-то жизненные ситуации, не связанные непосредственно с бизнесом, но имеющие значение для каждого человека. Это и прокрастинация, это и управление временем, это и развитие уверенности в себе, и построение отношений, вот я коснусь этого блока. Ну, то есть много всего для того, чтобы либо преодолевать какие-то трудности, либо развиваться, развивать какие-то себя в каких-то направлениях, усиливать свои навыки или качества и достигать своих целей значимых в разных областях жизни, а их очень много. Поэтому лайф-коучинг это такой очень важный инструмент для тех, кто хочет развиваться, кто хочет развиваться в разных областях, свои сферы жизненные усиливать. Спасибо. Спасибо, Елена. Да, наверное, добавлю, что ну вот здесь вы видите в качестве текста, что вы еще сможете поискать свою собственную специализацию, то есть с какими запросами, с какими клиентами вам было бы интересно работать. И отдельно тоже будет упомянута тема развития практики лайф-коуча, то есть не просто как освоить компетенции, но и как можно себя продвигать. У нас на эту тему есть отдельный большой курс по доходу в частной практике, но здесь все равно мы этой темы обязательно коснемся. Елена Вадимовна коснется в частности. Тоже важный момент здесь я тоже хочу сказать, что вы сможете самостоятельно определяться дальше, если вы, допустим, захотите подключать лайф-коучинг к своей практике, как именно это делать, потому что существуют разные варианты, они не исключают друг друга, в частности, вы можете включать лайф-коучинг как услугу для тех, кто прошел у вас какой-то протяженный процесс в психологическом консультировании или психотерапии, человек, допустим, вышел в ремиссию, навыки противодействия рецидивам освоены, и человек лучше адаптирован к рабочему своему, к рабочим обстоятельствам, к лучше социализированным и так далее, и дальше человек хочет уже достигать каких-то целей, каких-то значимых результатов. У меня таких случаев было не один, и не два, и не десять, что часто бывает, когда люди и с достаточно серьезными расстройствами, с биполярным, с сильной формой КПТ-СР и так далее, после того, как им удается снизить симптомы, решить ряд проблем, натренировать навыки допустим, на тренингах ДБТ, эффективно саморегулироваться и так далее, и так далее, после этого даже людям с такими ситуациями хочется достигать в жизни чего-то, да, то есть реализовывать свои потребности, преследовать какие-то жизненные цели, найти партнера или устроиться на работу наконец-то, да, потому что раньше этому мешало состояние найти друзей и вот во всем этом лайф-коучинг тоже может помогать, поэтому первый вариант это когда ваш клиент переконтрактуется и переходит в работу с вами в коучинговой модальности, а второй это когда к вам могут приходить новые клиенты, которые именно ищут коуча и они к вам приходят как коуча. в чем прелесть такой работы? В том, что вы уже имеете компетенции психолога, это означает, что довольно нередко в коучинг приходят люди, которые не очень хотят по каким-то причинам идти к психологам, например, был негативный прошлый опыт или есть какие-то предубеждения на эту тему и так далее, и приходя в коучинг и работая с вами может возникнуть такая ситуация, когда проявится некоторая психологическая проблема, которая является значимым препятствием для развития в рамках коучинговой модальности, коучингового подхода. И там что угодно может произойти, может в ходе работы произойти какая-то кризисная ситуация, у человека опять же может рецидивировать какое-то его хроническое состояние. И в этой ситуации у вас наоборот есть возможность переконтрактоваться например, из коучинга в формат психотерапии и сначала решить эту большую проблему, потом опять же этично правильным образом вернуться к коучингу. Либо второй вариант работать в тандеме с другим специалистом, который допустим психиатр или врач-психотерапевт, который работает с пациентом с БАР, как пример тоже, рекуррентным депрессивным расстройством. и вы работаете как коуч в контакте с этим специалистом, а у вас уже один язык, вы понимаете друг друга. В общем, это действительно очень удобно. И здесь вторая тоже такая полезная, я надеюсь, для многих вещь, это то, что тоже довольно многих людей интересует, как мы видим и по прошлому набору. Это тема того, как работать с бизнес-клиентами, с бизнес-заказчиками, с людьми, которые, ну, это большая часть вообще коучингового поля и коучингового пространства, я об этом буду отдельно рассказывать как раз в первом модуле. В том числе и психологи, у кого нет опыта работы с бизнесом, тоже иногда проявляют интерес или какой-то небольшой объем работы в бизнесе. Если вы бизнес-психолог, то для вас это прям обязательный модуль, обязательный блок, это будет очень полезно для того, чтобы вы могли в рамках ваших продуктов, расширить линейку и кроме бизнес-психологического консультирования еще бизнес-коучинг предлагать. Там обсудим массу таких организационно-системных нюансов, включая многосторонний контрактинг, специфические вопросы конфиденциальности, разные форматы работы и так далее, вплоть до работы с топ-менеджерами, с владельцами и руководителями высшего звена. Этот вид коучинга называется экзекутив коучинг, тоже я про него расскажу. У нас будет практическое онлайн-занятие, в котором мы попробуем поработать с бизнес-запросами. Опять же, тоже будет довольно интересная практика. И, наконец, наш пятый модуль, это аттестационная супервизия. В этом смысле тоже важная задача, которую мы с Еленой ставили, когда разрабатывали наш курс, это чтобы он был привычен для студентов нашей ассоциации в области КПТ, для тех, кто проходил образование в КПТ, чтобы структура курса и формат завершения курса аттестации был аналогичен формату базового курса КПТ. Как в базовом курсе КПТ есть аттестационная супервизия, точно так же она есть и в нашем случае, но только она попроще, потому что в базовом курсе по КПТ вам еще нужно концептуализацию предоставлять, часовую сессию записывать. Здесь нет, вы проводите 30-минутную сессию онлайн с человеком внешним по отношению к курсу, то есть не с вашими сокурсниками, находите себе клиента, записываете актора, записываете с ним сессию, предоставляете аудиозапись и транскрибацию этой аудиозаписи по шаблонам, по форматам, которые мы вам все дадим, вы проводите самооценку этой сессии по шкале компетенций, как это делать, мы вас уже научили до этого и проходите так же, как и в базовом курсе КПТ, вот такую групповую супервизию они у нас будут проходить в два дня полных, 24-25 августа. Здесь важно понимать, что супервизия это не экзамен, то есть мы не будем кого-то выгонять или не давать сертификат, если что-то там на супервизии было в кавычках плохо, наоборот, супервизия это такой важный инструмент для вашего развития и важная такая цель аттестационной супервизии, чтобы вы увидели, что супервизия это не страшно, а наоборот, это помогает вам развиваться, чтобы вы увидели, как супервизия становится инструментом вашего эффективного развития, развития ваших навыков и улучшения качества вашей услуги. Это точно мы можем гарантировать селенной поддерживающую обстановку, комфорт и вынесение для себя действительно важных фокусов внимания для дальнейшего развития. Вот так будет устроен наш модуль пятый, и так будет устроен и организован наш курс. Соответственно, даже почти в час уложили, сейчас 10, уже неплохо. Дальше я смогу поотвечать на вопросы. Последний слайд, который у меня остался, это что вы получаете по итогам курса, какие навыки и компетенции вы развиваете. Для нас важно, чтобы вы не просто получили знания, поэтому большая часть нашего курса это практика, а знания мы даем ровно в том объеме, в котором они для практики нужны. Если вы вдруг захотите знания уйти куда-то в сторону, тоже такой важный наш, часть нашего подхода, мы все снабжаем ссылками на научную литературу. Вы сможете при желании обратиться к метаанализам, к дополнительным руководствам, к статьям, много к чему, для того, чтобы углубиться в какую-то из тем, мы даем вам ровно ту выжимку таким более простым языком, для того, чтобы вы могли пользоваться, чтобы экспериментировать и получать уже конкретный опыт в проведении ваших небольших сессий на практических занятиях. Соответственно, вы можете следовать профессиональным коучинговым стандартам, как с точки зрения компетентностных моделей разных, так и с точки зрения этики. Это тоже крайне важно, в том числе и в организационной среде, как мы уже говорили. Научитесь проводить границу между коучингом и терапией, удерживать режимы работы, определяться в каждый момент времени, какие интервенции лучше производить в сторону коррекции дисфункций или в сторону ориентированной на позитивные изменения, как в коучинге, так и в вашей консультативной работе. Научитесь процессу концептуализации и дальше компетенциям, которые являются основополагающими для коучей в любых модальностях. Это контрактация, развитие отношений коучинговых, структурирование сессий и программ. Ну и то, что мы перечисляли по урокам. Это просто такое еще раз резюме. Вот это все и наверняка что-то еще и даже больше вы сможете получить. Ну, кроме этого, еще удовольствие от работы друг с другом, удовольствие от освоения новых навыков, которые вы прямо сразу можете идти, применять, не дожидаясь конца курса в своей консультативной или терапевтической практике. и от, в общем, надеюсь и от нашего с Еленой такого надзора неподходящее слово, да, наверное, такой, с одной стороны образовательной функции, а с другой стороны поддерживающей и, ну, дающей какую-то большую ясность понимания происходящего, да, и предоставляющие возможности для развития. Безопасное пространство, поддержка, это, естественно, мы будем обеспечивать, это всегда на нашем курсе присутствует и в прошлый раз, и в этот раз тоже, безусловно. Здесь не будет какой-то, не будем мы какими-то надзирателями или в роли строгих таких неприятных учителей, а наша задача как раз помочь вам освоить компетенции, навыки необходимые в такой достаточно комфортной обстановке поддерживающей. Да, я бы даже еще усилил, да, Елена, ваши слова, что вообще хотелось бы еще помочь вам приобрести вдохновение и любовь к этой деятельности, потому что я за себя могу сказать, да, я очень люблю коучинг, несмотря на то, что я практикующий психолог-консультант и практикующий экзектив-коуч, я люблю этот подход, мне очень нравятся результаты, которые получают клиенты, мне очень нравятся, какие результаты получают клиенты наших студентов, поэтому, в общем, хотелось бы, да, чтобы вы тоже, приобщившись к этому, действительно получали удовольствие от обучения и от дальнейшей работы. Для полного удовольствия, да, после успешного окончания курса вы получите удостоверение о повышении квалификации государственного образца, 128 академических часов, но для того, чтобы это получилось, у нас все равно есть некая небольшая степень дисциплины, да, это касается только, если вы хотите получить это удостоверение. Вам нужно будет завершить все уроки и тесты, повторюсь, несложные, мы там не будем валить страшно в системе дистанционного обучения. Вот это обязательно на всех курсах АКПП, да, и на базовом курсе по КПТ, и на ТИНах, и на разных тематических семинарах посетить не менее 85% практических занятий и активно участвовать в практике, то есть с включенными видеокамерами, микрофонами, работать в тройках, там, задавать вопросы и так далее. И пройти итоговую аттестационную супервизию, то есть подготовить кейс, сделать самооценку по шкале компетенции и присутствовать на групповой супервизии, да, проработать, чтобы мы проработали ваш кейс. Да, здесь важно, еще раз повторюсь, аттестационная супервизия, это не экзамен, это будет такой инструмент для того, чтобы дать вам результаты, осознанный выход в дальнейшую коучинговую жизнь уже за пределами этой обучающей программы. Если вам интересно, пожалуйста, вот здесь есть QR-код, который можно там телефоном прочитать, или ссылка на сайт курса промо-сбт-университи слэш-коучинг, и сейчас, если будут какие-то вопросы, я готов на них что-нибудь сказать. Да, вот вижу вопрос, как записаны видеоуроки, это запись лекций, или формат видеообучения в скобках студийная сценарная съемка. В этот раз, да, в рамках подготовки этого курса у нас еще студийная съемка и сценарная, да, они не предусматриваются, собственно, почему? Потому что этот курс в таком формате, в асинхронном, мы проводим первый раз. Мы действительно много вложили в его структуру и в переработку курса, но вместе с этим мы хотим замерить итоговые результаты для того, чтобы дальше инвестировать средства в то, чтобы сделать эту съемку студийной, сценарной и так далее. Вот, поэтому это будут записи лекций слегка ну, улучшенные с точки зрения там каких-то пустот пауз, ну, в общем, приведенные в порядок и, соответственно, тесты, презентации и прочая такая история. Есть ли еще какие-нибудь вопросы по нашему курсу? Коллеги, можно голосом задавать вопросы, можно с включенными, можно с камерами, как угодно. Не стесняйтесь, задавайте вопрос, потому что, ну, действительно, курс такой очень емкий, очень емкий и всего очень много полезного, интересного, много информации. Вот, то, что рассказал сейчас Алексей по структуре курса, наверняка, даже у вас, может быть, даже по структуре курса есть какие-то вопросы, может быть, по модальности. Кроме вопросов, ну, может быть, мы были исчерпывающими, да, всегда хочется так думать. может быть, какая-то обратная связь коллеги из тех, кто присутствовал, там, не знаю, поставить какие-нибудь лайки, огонечки, например, если у нас включены реакции для того, чтобы отметить, планируете ли вы участвовать в нашей совместной деятельности, может быть, поделитесь, что вы для себя сегодня важного получили в этой работе. Ну, поскольку вопросов нет, тогда я предлагаю на этом понемногу завершать. Мы сегодня постарались дать максимум информации для принятия решений. Запись этого вебинара я предполагаю, что мы выложим еще снова на YouTube в канал Ассоциации. Пожалуйста, подписывайтесь на него, если вы еще не подписаны. Видеоматериалы Ассоциации это крайне такая важная и ценная как-то ладись, извините, у меня тут не согласование родов, и всего прочего. В общем, это такой кладезь знаний. Я думаю, что вам это будет очень полезно и, соответственно, с информацией о коучинге вы тоже сможете познакомиться. Напоминаю о том, что мы стартуем 4 марта. Вы можете обратиться к вашему менеджеру Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии для того, чтобы получить интересующей вас какие-то какую-то интересующую вас информацию относительно нашего курса. И у нас есть рука. У нас есть вопрос. Алексей. Да, вопрос Татьяны. Коллеги, спасибо вам за сегодняшнее выступление перед нами. Действительно полезная информация. Одно дело, когда программу видишь глазами, другое дело, когда видишь вас, те, кто ведет эту программу, и ваше видение и пояснение. Алексей, можете, пожалуйста, посмотреть вопрос. Я написала вам чат второй вопрос про целевую аудиторию. Сейчас, да, посмотрю. Спасибо. Да, Татьяна задает вопрос, как бы я сфокусировал с точки зрения, ну и так, через запятую, развелиться этого курса и интенсива по когнитивно-поведенческому подходу в коучинге. Это курс наших коллег по модальности когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цель. Я всегда отвечаю одним и тем же образом, это не секрет, и это есть даже в записях на ютуб-канале, да, это можно найти. Я не считаю, что ЦА нужно как-то разводить или различать. Как коллеги, так и мы, авторы этого подхода и этой модальности, ну, довольно подробно говорим и рассказываем о своих подходах, потому что в основах их это за собой тянет целый ряд разных решений в контексте применяемых практик образования, применяемых техник, навыков, инструментов. Они, безусловно, имеют много общего, при этом имеют свои индивидуальные различия. И конкретно в случае с нашим курсом, да, главное, на чем я делал внимание и хочу продолжать его делать, что мы считаем его изначально с точки зрения именно методологии, да, и наш подход с точки зрения методологии нацелен на психологов, консультантов, психотерапевтов, которые хотят развить коучинговые компетенции, в том числе для применения в своей работе. Я не думаю, что это каким-то образом отличает наши подходы, два подхода, которые развиваются в рамках КПП. Абсолютно нет. Я здесь могу только фокусировать внимание на том, на чем фокусируемся мы. И второй момент – это сама организация курса, как я уже описал, да, она была выбрана не просто так. Поэтому, если вам хочется в таком комфортном режиме изучать базу, потом практиковаться, сразу это идти применять, опять же, наш курс для этого точно подходит. Еще раз повторюсь, мои слова не про конкретные различия, а я говорю не о них, я говорю о том, что заложено в основу того курса, который мы ведем. Татьяна, ответила ли я на вопрос? Спасибо. Я так понимаю, что мне нужно еще поискать информацию по поводу ответа на ваш вопрос. Вы сказали, что есть информация в Ютубе, что мне посмотреть. Мне хотелось бы понять и развести курсы для того, чтобы понять, какой курс нужен мне. Вы вначале сказали, Алексей, что говорили об этом и на Ютубе. Я поняла, что я не видела это выступление, мне хотелось бы его найти. Сейчас. Я понимаю, что мне надо еще покопать информацию. Сейчас я задам пару вопросов, Татьяна, если вы не против. На самом деле, важный момент с точки зрения выбора. Потому что мы с Еленой не дадим вам параметры выбора. Но мне очень хочется узнать, как вы хотели бы выбирать. Я сейчас коротко прокомментирую, что на Ютубе и раньше в выступлениях я говорил не о том, как соотносятся наши курсы, потому что я не имею на это права, я не являюсь носителем методологии коллег. Поэтому любое сравнение методологии с моей точки зрения было бы для меня лично претенциозным, потому что мне нужно одинаково хорошо разбираться в обоих для того, чтобы предлагать какие-то свои параметры для выбора. С большим уважением относясь к развивающейся модальности коллег, я считаю, что оба курса могут быть полезными. Выбор должен основываться на ваших собственных критериях. И вот поэтому, Татьяна, мне хочется задать вам вопрос, а что для вас важно при выборе курса? То есть что конкретно вы хотели бы для себя понять? Алексей, простите, я вам тоже задам вопрос, а что такое модальность коллег, а в чем разница модальностей? Я просто только знакомлюсь с КПТ и собственно я думаю, что методология одна, а разница просто в сжатости там, скажем, в какой-то там, ну я не знаю, укомплектованности наборов. Одно дело, когда есть уже какой-то практический опыт, другое дело, когда это только знакомство с получингом. Я вот так понимала разницу курсов, я не права. Татьяна, спасибо за то, что вы поделились, да, и на этот вопрос я сейчас отвечу. Действительно, иногда, ну там, по некоторым причинам, да, сейчас не вдаваясь в подробности, но мы можем быть не совсем понятны с точки зрения нашей внешней маркетинговой коммуникации. Вот, поскольку это уже произошло в вашем случае, я сразу приношу за это извинения, да, потому что это как бы не с вами что-то не так, это наша недоработка, да, что у нас не получается об этом как-то так ясно сказать и объяснить. Рассказываю. С 2021 года, если не соврать, в ассоциации развиваются два направления, две модальности в рамках когнитивно-поведенческого подхода. в начале нашей сегодняшней встречи я говорил о том, что когнитивно-поведенческого коучинга такового, да, его не существует. Есть много разных когнитивно-поведенческих коучингов. Это касается как международной практики, но это действительно так, да, и мы будем довольно много, ну, я буду об этом рассказывать на первом модуле, о том, как устроена вообще эта картина, крупными мазками. То же самое происходит и у нас в России, и я считаю, что это прекрасно. Рэпт-коучинг развивает Елена Наумцева, тоже член совета секции АКПП. Мы с Дмитрием Викторовичем в ПАКОМ дали старт, и к нам присоединилась вот Елена Вадимовна, и сейчас новые коллеги появляются тоже, которые занимаются теоретическими разработками. В области отдельной модальности системный когнитивно-поведенческий коучинг, и у нас еще уже около года идет отдельными модулями курс в рамках методологии когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. И это две модальности, которые их однозначно объединяет, то, что они опираются на когнитивную модель, то есть мы используем одну и ту же теоретическую базу. Все когнитивно-поведенческие коучинги используют одну и ту же теоретическую базу. Это когнитивные модели, режимы БЭКа, ну и так далее. Но у них есть и различия. Собственно, различия эти, да, вот они у нас еще как-то, ну конкретно, знаете, что мы взяли там слева и справа расписали, что вот здесь так, а здесь эдак, еще не получилось, по крайней мере. с нашей точки зрения это произойдет само собой в какой-то момент, различия методологические присутствуют, материалов по подходу когнитивно-поведенческий коучинг, ориентированный на цели, да, или КПКЦ, опять же, на канале ассоциации действительно много, то есть если вы хотите узнать об этом поподробнее, то заходите туда и смотрите когнитивно-поведенческий коучинг ориентированно на цель или КПКЦ. По модальности системного когнитивно-поведенческого коучинга это КПКС, и вы тогда можете сравнить подходы преподавателей, саму модальность, да, как следует из названия, теме целиориентированности у коллег уделяется особое внимание, мы уделяем ей внимание тоже, но в другом методологическом подходе, в общем, сейчас со стороны, конечно, это может казаться, ну, как-то вилами по воде писано, да, и не очень понятно, вот, вот здесь я могу только извиниться за это, да, мы работаем над тем, чтобы наша маркетинговая коммуникация была более ясной, но нам еще есть куда расти. Может быть, у вас будут какие-то дополнительные вопросы насчет, опять же, может быть, вы знаете какие-то конкретные, параметры, не знаю, какие-то вещи, которые для вас важны при принятии решений, я тогда смогу рассказать что-то о нашем курсе. Спасибо вам на самом деле большое, потому что вот эту разницу, читая материалы на телеграм-канале между КПКЦ и КПСС, я не заметила, честно говоря, и не поняла ее, пока вы мне сейчас ее не обозначили, что она есть. Я поняла, что мне нужно читать, почитать поглубже материалы, посмотреть собственно в суть методологию, которую я там где-то рассмотрела, ну, понятно, про что она. Вот, поэтому спасибо для меня. Новое направление для изучения. Да, не за что. Еще есть тоже простой метод у нас, ну, там в каналах ассоциации, в канале секции коучинга точно об этом было, и в каналах ассоциации тоже об этом было, на сайт выкладывали статьи, которые были опубликованы в сборниках CBT-форума, соответственно, там есть и наша статья с Ковпаком 21-го года, статья Елены Вадимовны, по-моему, тоже на сайт, да, выкладывалась, которая в 23-м году была опубликована, вот пока такой свод, да, того, на что вы можете посмотреть, просто текст по диагонали прочитать и посмотреть, насколько вам откликается то, что вы увидите. И по модальности целеориентированного когнитивно-поведенческого коучинга тоже выкладывалась статья, тоже программная, она была в 22-м году, если мне память, опять же, не изменяет, тоже опубликована в сборниках статей. Мне кажется, что вот это может помочь вам тоже составить какое-то представление. Либо, если вам удобнее смотреть или слушать, то у нас есть там в канале ассоциации на Ютубе плейлисте по коучингу и знакомство с КПКС и знакомство с КПКЦ, опять же, вот тоже там поставить на полтора и где-нибудь прослечить тоже как вариант. Да, спасибо. Собственно, секцию коучинга я в телеграм-канале увидела буквально вот, собственно, три дня назад этот канал, когда я стала регистрироваться на сегодняшнее мероприятие, поэтому его материалы я вообще пока не смотрела. Да, мы понимаем, все в порядке. Если у нас есть какие-то возможности помочь вам с принятием решения, то, в общем, будем рады. Нам в группе секции, ну, в чате секции, да, можно писать вопросы, там, обращаясь к нам с Еленой напрямую, мы даже на них отвечаем, поэтому с удовольствием там, может быть, поможем ссылки найти, если у вас не получится. Обращайтесь, мы открыты абсолютно. А вот канал секция коучинга, это как раз канал вашей модельности? Нет, это общий. То есть все, что связано с коучингом, коуч-психологией, наставничеством в ассоциации, это наша общая деятельность. Секция состоит из большого количества игроков. У нас есть, в общем, целый ряд людей, которые занимаются разными направлениями, поэтому это наше общее, так сказать. Да, хорошо, спасибо вам большое, Алексей. У меня, конечно, есть критерии, по которым я выбираю обучение, у меня осталось немного времени, я изучу материалы, если будут вопросы, я задам. Спасибо вам за эту встречу, за этот разговор. Не за что. Да, спасибо, Татьяна. Иван, вижу, тоже руку подняли, можете задать вопрос. Добрый вечер, коллеги, да, у меня вопрос, он может быть не к программе курса, в принципе, а к развитию коучинга и КПТ, в принципе. вот я пять лет назад я прошел курс обучения коучингу в различных школах стандартов ICF, другие, которые пооткрывались коучинговые школы. Там я различия вижу, там каждый что-то рассказывает, у кого-то какие-то компетенции, разные стандарты. После этого я прошел обучение, у них катало знаний психологии, я пошел курс обучения именно КПТ, психологии, в том числе КПТ. И увидел, что коучинг как таковой, он процентов на 90-95 состоит из КПТ. С учетом того, что я просто почему делаю, что откуда вышло, потому что КПТ более ранний продукт условно, психологии, а коучинг он стал развиваться вторая половина 20-го столетия, рассказывают об этом, потому что до сих пор для меня, например, непонятно, что такое коучинг, дают разные определения, и чем больше школ рождается, тем больше рождается определений коучинга. Так вот, у меня вопрос, да, более конкретный, когда, почему вот ваше видение, почему развиваются, создаются новые школы, вместо того, чтобы, допустим, какую-то компетенцию не добавить психологам и психотерапевтам, вместо вот создание, вот, как я вижу, да, наоборот, создается больше непонимания и мешанины какой-то, вместо, за счет добавления маленьких каких-то компетенций, к общему, который развивается и имеет научный подход, а коучинг он научного подхода не имеет, в принципе, научный подход коучинга, он создан на основе научного подхода КПТ, а я, как вижу, это, ну, какой-то, может быть, маркетинговый даже ход, создание нового продукта, чтобы его продавать на базе того, что было, и вариант, то ли не продается, то, но я сейчас углубляться не буду в маркетинг, потому что я вижу, что меняется функционал и создается новый продукт и продается заново, вместо того, чтобы, потому что конкурировать с ценовой политикой уже невозможно. Вот ваше мнение, скажите, пожалуйста. Да, я, наверное, прокомментирую и попробую ответить на ваш вопрос. Ну, во-первых, о многом из тех тем, которые вы затронули, нам приходится рассказывать в курсе. Я не то, что говорю, что только там, да, я сейчас попробую очень коротко. Если очень коротко, во-первых, различные направления психотерапии и там КПТ была не первой, кто сделал вклад в коучинг, да, там восходит еще к Кадлеру, наверное, там какие-то отдельные коучинговые корни, то есть там все было гораздо сложнее с точки зрения генезиса этого процесса и, ну, возникновения самой профессии. И она еще была из спорта, из организационного консалтинга и из Human Potential Movement, который в целом там каким-то отдельным направлением психотерапии вплотную не относился. И это как бы пункт номер один. Пункт номер два. Научно обоснованный коучинг не просто существует, он цветет и пахнет. Системный когнитивно-поведенческий коучинг является научно обоснованным и этому, ну, у нас весь курс на этом построен. То есть на все, что мы предлагаем, на все, что мы делаем, у нас есть ссылки не просто на какие-то отдельные статьи, где-то непонятно где, а на публикации, метаанализы, литературные обзоры в реферированных журналах, да, и так далее. Почему это наука? Потому что есть и масса исследований, и руководство по когнитивно-поведенческому коучингу от действительно уважаемых ученых американской, британской и австралийской школ, о чем я тоже буду рассказывать. Это Пасмар, это Палмер, Нинан, Грант, ну, в общем, первые, да, из отцов-основателей, кто приходит в голову, да, ну, и многие-многие другие, там, Татьяна Башкирова, Лэйн Кокс, ну, и так далее по списку, Эллисон Вайбрау, это я все ученых называю, которые занимаются непосредственно этой темой, коучинг, коучинг-психология. Насчет того, что, там, коучинг, ну, зачем плодиться столько школ, да, здесь я, наверное, могу только личное мнение высказать, только личное мнение, потому что, да, часто в возникновении новых модальностей действительно есть маркетинг, удобно, когда ты говоришь о том, что, вот, у нас все то же самое с перламутровыми пуговицами, да, там, к сожалению, бывают такие примеры, когда, например, ну, переименовывают какие-то термины с КПТ и называют это, там, какой-то своей методологией, да, такое тоже встречается. Ну, как бы, говорится, бог им судья, это вопрос рынка, да, рынок сам расставляет все по местам и, как бы, этот процесс еще будет достаточно долго происходить. Все-таки мы в ассоциации работаем над, ну, как бы это сказать-то, над тем, чтобы наши сограждане получали качественные услуги. в области работы с своим ментальным здоровьем, в области достижения каких-то значимых для них целей, результатов, изменений в собственной жизни. Поэтому для нас повышение квалификации психологов, терапевтов и коучей в том числе, поскольку я, как представитель этой профессии, глубоко убежден, что это отдельная профессия, и более того, опять же, в обучении, и, опять же, если вам интересно будет, посмотрите записи в канале на Ютубе, куда я часто отсылаю. Мы рассказываем о том, чем именно коучинговая работа отличается от терапевтической. И именно поэтому мы, с одной стороны, помогаем людям оставаться на одной основе, когнитивная модель, модель компетенции по БЭКу, модель концептуализации общая. Но, с другой стороны, обучаем той самой разнице, которая делает эти модальности различными. И более того, мы обучаем их осознанно удерживать и не сваливаться в одну или в другую. И речь идет не о техниках. Речь идет о внутреннем состоянии коуча, отношениях между коучем и актором, клиентом. Речь идет о причинах выбора тех или иных интервенций и, в конечном счете, эффективности достижения цели. Цели в психологическом консультировании, в психотерапии и в коучинге тоже разные. Они все трое помогают достижению разных жизненных целей клиента, если мы говорим про современные подходы. Но при этом они по-разному относятся к дисфункции клиента. или к его манифестирующей симптоматике тех или иных расстройств. Или к его проблемам, к его кризисному состоянию. Эти вещи отличаются. И здесь в рамках такого короткого ответа, я не смогу сейчас подробно на этом остановиться, но в курсе мы об этом рассказываем очень конкретно и с объяснениями того, как это влияет посредственно на практику и на принятие решений специалистам. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. как мог. Ну, если позволите, минутку еще, не в дополнение, а как комментарии к ответу, например. То есть, мне, чтобы получить ответ на эти вопросы, мне надо пройти курс обучения, оплатив курс обучения. Нет, для этого я уже сказал, у нас есть действительно большой объем открытой информации. Нет, эту информацию я как член вашей ассоциации, нашей ассоциации, КПТ, я ее получаю, я состою так же, как и вы в этой ассоциации, эта информация у меня в доступе. Единственное, что вы мне сейчас ответили, ну, не единственное, а многое, что ответили, но в дополнение к этому, мне не хватило научного обоснования, вы сказали, что они есть, я постараюсь поискать, потому что я исследователь из другой области, я биолог еще, к тому же, да, и аграрного университета, то есть, как исследования проводятся и все остальное я достаточно хорошо понимаю. И когда берутся приемы исследований из одной области и, ну, как бы, результаты этих исследований, да, переносятся немножко в другую область и после этого они называются научными уже другой сферы, ну, вот мне вот это немножко непонятно, я хочу посмотреть именно, да, цифровку эту всю, глянуть, и, ну, тогда мне будет понятно, потому что пока мы немножко, ну, как бы, это не на разных языках говорим, да, вот, у меня недостаточной информации, чтобы дальше анализировать, поэтому я вас благодарю за ответ, будем искать. да, у нас, да, 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 если говорить конкретно, то там точно есть запись вебинара Натальи Викторовны Антоновой о научно обоснованном коучинге, об измерениях эффективности, о научных исследованиях в этом отношении, в том числе, да, как они проводятся и так далее, и можно поискать, я не уверен, что в канале АКПП, в Ютубе, попробуйте набрать там, Алексея Ёжиков, новости доказательного коучинга, да, еще и evidence-based, то есть с опорой на наилучшие данные, с, собственно, теми стандартами, ну, или не стандартами, да, с теми принципами, которые на сегодня используются в evidence-based medicine и evidence-based practices, поэтому, ну, как бы, да, я думаю, что имеет смысл поисследовать информацию, вот, просто мне хотелось вам сказать, что за более чем 20 лет исследования научные в коучинге уважаемыми людьми не менее 20 лет происходят, на самом деле больше четверть века уже практически, но мы много что знаем, если говорить о знании в научном контексте. Спасибо, спасибо. Опять же, в любом случае, Иван, мы на связи, можете в группе секции коучинга, да, написать какой-нибудь вопрос, с чего посмотреть или там куда направить внимание, я лично вам обязательно отвечу, чтобы действительно не отсылать вас там куда-то. Не-не-не, я понял, мне надо осмыслить, осознать, взять информацию, которая есть, чтобы, ну, и вас в том числе не беспокоить, понять, а потом уже, может быть, с другим вопросом зайти снова. Спасибо. Всегда приветствуем, с большим удовольствием пообщениям. Спасибо большое. Окей, коллеги, есть ли еще вопросы? Так, но я вот пока не вижу, у Татьяны, наверное, рука просто не была опущена, я так понимаю, с предыдущего вопроса. Вот, поэтому, или вы хотели что-нибудь спросить? Нет, видимо, нет, тогда предлагаю на этом нашу сегодняшнюю встречу. Так, нет, не успел, не успел, поступил вопрос в чат, тоже, да, по вопросу там взаимного, взаимозачетов, там, курсов и так далее. Одинаковая ли сертификация в разных курсах, да, в ассоциации. Сертификация выглядит одинаковым образом, вы получаете удостоверение о повышении квалификации в количестве часов, которые указаны на странице курса. Вот, поэтому речь не идет о профессиональной переподготовке, речь идет о повышении квалификации, поэтому вы получаете один и тот же документ одного и того же образца, который позволяет вам заниматься этой деятельностью. Здесь, как бы, есть нюансы, связанные с тем, что у нас на сегодняшний день еще нет, как такового, государственного регулирования деятельности поучей, поэтому, по большому счету, да, ну, мы видим, что и расцвет поучинговой практики в рынке, да, там, кто угодно себя поучим называет, так скажем, возможен, потому что этого государственного регулирования нет, но я повторюсь, оно зреет, и мы видим для этого, ну, мы видим конкретные действия, которые происходят, вот, поэтому на сегодняшний день конкретно, там, сертификация и возможности деятельности одни и те же, да, там просто у вас, может быть, будет указано разное количество часов. Что касается содержания нашего курса, точно будем рассказывать о том, о разных подходах к аккредитации, да, я уже говорил о разных моделях компетенции, о том, как они связаны между друг с другом, там, чем они друг от друга различаются, и есть ли вообще эти различия, наше видение нашего авторского коллектива, мы вот этим обязательно поделимся. Елена, ответила ли на вопрос? Ага, вижу, будет ли запись встречи, вот мы запись ведем, и я попрошу коллег, чтобы она появилась, вот, в том или ином виде, в каком, ну, вот будет ясно в ближайшее время, поскольку записываем, да, я рассчитываю, что мы ее выложим. Елена, маякните, пожалуйста, в чатик. Ага, да, вот написали, спасибо. И следующий вопрос, когда будет курс для семейных пар? Сразу после презентуемого курса, или, я не знаю, Елена, есть ли у вас какая-то информация по следующим запускам по курсу семейных пар? Ну, этот вопрос будет решаться с отделом маркетинга, и, прежде всего, с советом секции коучинга. Ну, я имею в виду, что пока, пока, пока даты не определялись, там или? Пока даты не определялись, да, потому что сейчас базовый курс, и, мне кажется, будет очень удобно, если вначале пройти базовый курс, а потом уже прийти на семейные пары. Уже готовы к такой основе. Как понял, да, как я понял вопрос Елены Егоренко, да, будет ли он сразу после этого курса, вот насчет сразу я не уверен, там, ну, поскольку мы еще будем обсуждать, да, запуск, в ассоциации просто очень плотный поток запусков разных образовательных продуктов, это зависит от общей маркетинговой стратегии плана ассоциации, вот, поэтому я думаю, что это будет понятнее где-то ближе к форуму, но в параллеле эти курсы идти не будут, это уже то, что можно сказать прямо сейчас, вот, то есть вы точно там не пропустите, да, если будете следить за новостями. удивительное рядом, Елена, мы все-таки заняли, да, с вами два часа, я думал, что мы как-то быстрее отстреляемся, очень здорово, что вопросы были озвучены, появились. Да, коллеги, спасибо за участие в этом, в этой встрече, будем рады, если вы примете решение или, по крайней мере, проявите интерес к этой модальности и вообще к деятельности секции коучинга. Алексей, вы говорили, да, что вы руководитель секции коучинга КПП в самом начале, наверное, представлялись. Да, я об этом сказал, и да, тогда в завершение тоже, Елена, спасибо, что перебросили мяч. Собственно, следите, пожалуйста, за новостями ассоциации в том числе и Мир КПТ и не только то, что касается коучинга, потому что параллельное развитие терапевтических коучинговых навыков тоже очень круто для вашего профессионального роста. Подписывайтесь на все каналы ассоциации, на которые можно, на все каналы Мира КПТ, на которые можно, и на все каналы секции коучинг ассоциации, на которые можно. Соответственно, будем рады с вами в чате секции, если будут к нам какие-то вопросы, пообщаться на эти вопросы, ответить. И тоже, присоединяюсь к Елене, надеюсь увидеть вас какого-то Елены 6 марта, а я через неделю 13-го в общем встретиться с вами уже лично. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Я получил большое удовольствие. Вот тогда до новых встреч. Если вы примите решение или когда вы примите решение принять участие, ссылка у нас висела все время на слайде. Регистрируйтесь, с вами свяжутся менеджеры и помогут вам со всей и остальной организационной обвязкой. Тогда завершаем на этом. Всего доброго, коллеги. Доброго, коллеги. И до встречи на наших ассоциативных полях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok